13 октября в Сафоновском Центральном Дворце Культуры состоялся благотворительный концерт в поддержку Смоленского приюта «Верность» и сафоновских бездомных собак, находящихся в приюте. Я как-то в дом принес ежа, ужа и черепаху, и заяц нашу перебежал, наверное, со страху. Сказала мама, пусть живу в квартире так чудесно, если потесниться, тут и нам найдется место. Человеческие равнодушия, недобросовестность и безответственность – вот главная причина увеличения численности бездомных животных. Для помощи брошенным питомцам развивается волонтерское движение, открываются специализированные приюты. В Смоленской области их несколько. Самая известная «Верность» – он расположен в 15 километрах от Смоленска, в деревне Хохлова. И вот уже 15 лет помогают братьям нашим меньшим. Его основатель Дмитрий Самойлов. К Диме Сергеевичу пришел первый пес «Волкан». Дима Сергеевич тогда работал в шиномонтаже, и ему начальник шиномонтажа сказал, выбирай, тут собаки не будет, выбирай, собака или работа. Он говорит, я посмотрел на собаку, подумал, работу я всегда найду, а вот такого пса никогда в жизни. Забрал собаку, сказал до свидания и пошел. И потом «Волкан» стал приводить друзей. Привел гафичку, с гафичкой у них появились дети. И потом присоединились больные собаки, хромые, переломанные. И так начался приют у него в гараже. И когда он понял, что в гараж уже не вмещают всех пострадавших, всех нуждающихся, он принял решение, продал дом и уехал не пойми куда в Хохлова. И организовал, просто купил ферму заброшенную. И там начал строительство, не зная, чего его ждет. Строительство поселился там. Сейчас приют уже разросся, и у нас 200 собак, больше 200. Бесплатная ветсанчасть на 12 боксов, но бесплатная ветсанчасть на 12 боксов, не вмещая всех пострадавших, у нас их уже 30 минимум. Кошки, собаки, также у нас есть лошади, волки, которые ищут людей. Это одна из главных инноваций, скажем, ни у кого в стране такого, мне кажется, и в мире нет. Волки берут намного лучше след, чем собаки. И сейчас мы уже нашли собаку. Мы нашли, сейчас будет спойлер, никто еще не знает, мы ее нашли. Это корова. И Дима Сергеевич несколько дней подряд ездил искать человека. И будут еще поиски людей, то есть все это развивается. Такие приюты держатся за счет энтузиазма людей. А в приюте верность и сами питомцы зарабатывают, показывая трюки. В Сафонове нет приюта, но есть зооволонтеры, которые стараются пристраивать малышей, котят и щенков в ответственные руки. Оказывают медицинскую помощь, стерилизуют животных, определяют приюты. Цель сегодняшнего мероприятия не только сбор средств, но и привлечение внимания общественности к существующей проблеме. Много-много собралось помощи. Мы даже не увеземся сегодня, придется нам какое-то грузовое такси, наверное, нанимать. Мы просто в шоке. Первый раз это для нас, как говорится, первый блинком. Для нас первый блин какой-то получился огромный, огромный вкусный оладушек. Огромное вам спасибо. Мы не ожидали такого. Мы думали, что придет там чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше людей. И не будет такого ажиотажа, честно. Это мероприятие поддержали многие люди, предприниматели организации. А затеяла происходящая Светлана Стрюкова, педагог школы номер 8. Проделок очень много километров, так как сегодня спасала нашу законовскую собаку. В Петрово обнаружил пес с большой резаной раной. Она успела уже отвезти его на операцию. И вернулась вот сюда к нам, чтобы прийти сюда, поблагодарить нас. И сейчас Петра ждет в машине. Вот мы ее покормили. Она сейчас уже отошла наркоз и легла спать. В общем, дело идет активно. Дело спасательное. Все благодаря вам. Еще много лохматых друзей человека ищут свой дом. Присмотритесь. Может, среди них есть и ваш друг. Лаки. Собака попала в приют после ДТП со сломанным позвонком. Тоже стала инвалидом. Сейчас в приюте. Щенки с Первомайской находятся в приюте. Пристраиваются в добрые руки. И это только часть законовских собак, по разным причинам попавшим туда. Чаще всего, к большому сожалению, по вине человека.